Здравствуйте! Мне очень хочется, чтобы это слово определяло вашу жизнь в наступающем году. Он ведь совсем рядом, до его встречи осталось всего несколько часов. 31 декабря – последний день, когда мы можем оглянуться назад и подвести итоги года. Этим мы сегодня с вами и займемся. Ну а поможет нам необычный гость. Кстати, а вот и он. Хе-хе-хей! Тройка моя удалая! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Так, а что у нас здесь? О-хо-хо! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои пригожие! О-х, с Новым Годом поздравляю! Счастья, радостью паю, чтоб на ёлке новогодней, Вместо праздничных зверьков, красовалось ровно тридцать пол-литровых пузырьков, Чтобы Дед Мороз, как в сказке, полупьяный, щуря глаз, Самым вкусным, самым сладким, угощал шампанским вас. Ой, тепло здесь у вас, мои хорошие! Вот, услыхал, что итоги года подводите, намереваетесь? Да, да, думаю, зайду к вам на огонёк. Вы ж на телевидении много знаете, везде бываете, я вас послушаю и решу, кто плохо себя увёл в этом году, а кто хорошо. Ну, надо ж знать, кому подарки дарить, кого и проучить тоже не помешает и без подарочка оставить. Ну что ж, здравствуй, дедушка. Давно я тебя не видел, ещё в детстве, наверное. Ну а где же ты сани свои оставил, что-то их вообще не вижу? Ну а вот, узрел, что молодцы и красные девицы сани оставляют вот здесь, напротив здания, красивого, огнями разноцветными, сияющего, и в своей тройке приказал там стоять. А, это ты, наверное, имеешь в виду парковку напротив пассажа? Да, 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 слыхал я об этой парковке. Обещались власти городские в скором времени её убрать. Ну, посмотрим, посмотрим. Обещать-то много можно, а вот как до дела обычно доходит, так, ну, сами знаете-то. Ну да ладно, милок, ладно. Ты лучше расскажи, что у вас в городе-то происходит, что хорошего было в этом году. Ну, порадуй, стариката. Конечно же, в последние дни уходящего года мы вспоминаем всё хорошее, что он нам принёс. Приятные события, связанные с родными и близкими, с тем, что составляют счастливые моменты нашей с вами жизни. А они, несмотря на всю сложность ситуации, были у каждого из нас. И в личной жизни, и в общественной. Если бы нам пришлось составлять рейтинг лучших дел года, победа в номинации «Самые добрые поступки» по праву досталась бы тем, кто, не жалея времени и сил, круглосуточно помогал нуждающимся. А, это ты и о волонтёрах говоришь? Они тоже, как и я, подарки любят. Помню, помню я, как и кровь сдавали, и продуктами делились, и вещи тёплые, и стройматериалы собирали для тех, кто в беде оказался. Дружим мы с ними, дружим. И даже мне, конечно же, помочь успели. На праздник подарками пришли и устроили праздник для малышей, которые из-за войны дома родного лишились от твоих родителей. Да, не зря Днепропетровск ваш называют центром волонтёрского движения. Сочувствовать и на выручку прийти в трудную минуту вы умеете. Молодцы! Нельзя обойти вниманием и одну из главных и вечных городских проблем – дороги. В последнее время они в Днепропетровске начали меняться. И уходящий год не стал исключением. Комфортными и современными стали и некоторые улицы. Например, рабочая после серьёзной двухмесячной реконструкции теперь выглядит совсем по-другому. Что на это скажешь ты, дедушка? Ой, внучек, у нас, как известно, три проблемы. Дураки, дороги и дураки на дорогах. Но сейчас, а улицы, как ты сказал, рабочие. Да, видел я, видел эту реконструкцию. Красота. Да и только на дороге разметку светящуюся нарисовали. Вчера, кстати, заезжал с санями на тройке, как прокатился по ней. Так, асфальт новый, несколько слоёв вложили. Ливнёвую канализацию, подземные коммуникации поменяли. А фонари-то, фонари какие? Энергосберегающие. У нас на севере таких нет. И, кстати, об инвалидах тоже позаботились. Пониженные бордюры сделали. Вон, Снегурка вчера была. Вступила и не перецепилась. Представляешь? Пешеходные переходы больно мне приглянулись. А жители домов близлежащих, наверное, как радуются. Трамвайные пути-то ведь теперь бесшумные. А раньше им спать не давали звуки посторонние. Да и водители с удовольствием ездят. Ямы у Хабины исчезли ведь совсем. А кто, милок, о горожанах так позаботился? Неужто власти решили обратить внимание на эту давнюю проблему? Областные и городские власти постарались, дедушка. А еще у нас появились велодорожки. Ну, ничего себе, хвалю. Правда, коротенькая она у вас. И ее я видел. Ну, да ничего. Могут ведь, когда хотят. Пожелать хочу, чтобы у вас в следующем году все дороги такими стали. И велодорожек побольше обязательно. У вас ведь молодежь толковая, спортом занимается, не бездельничает, на печи не лежит. Да, любители спорта не могли не заметить, каким насыщенным оказался 2015 год и по количеству соревнований, и по числу их участников. Особенно же порадовал длинный список побед наших земляков. Конечно, были и поражения. Футболисты Днепра, главной любимой городской команды, не порадовали нас на международной арене. Но вот спортсмены другого Днепра, волейбольного, подарили болельщикам немало приятных моментов. На чемпионате Украины среди команд высшей лиги наши волейболисты показали блестящий результат. В финальных играх они смогли обойти соперников из Харькова, Львова и Хмельницкого и вышли в Суперлигу Украины. У нас теперь большой волейбол, самый большой, который возможен. Надеемся на зрительские симпатии, на помощь зрителей. Она нужна. Команда совсем по-другому играет, когда полный зал. Ребята молодцы, постарались. Все игры мы выиграли. Сегодня мы в высшей лиге. Ай, да молодцы! Ну, порадовали деда, так порадовали удальцы. И подарки хорошие получат под елочку. Много хорошего у вас в городе происходит, внучек. Но, что-то ты знаешь, закручинился ты, аль мне кажется. Неужто огорчить меня хочешь? Да как же тут не кручиниться, дедушка, когда не все так хорошо, как хотелось бы. Ведь для большинства из нас все хорошее в уходящем году происходило не благодаря, а вопреки усилиям тех, кто обязан заботиться о достойной жизни простых украинцев. Увы, известная фраза «раньше думай о родине, а потом о себе» для наших государственных мужей – простой звук. Примеров тому достаточно и повальная лицемерия политиков, продающих себя с потрохами за 30 серебряников, и порой откровенное издевательство над народом. Чего только стоит принятый бюджет 2016 года. По чему-то меткому выражению, этот документ – полная победа, зажатого в угол парламента над украинским народом. Верховная Рада с Кабмином сделали свое дело, и после тяжких трудов, скорее, естественно, на Канары. Интересно, по какому пути пойдет теперь наш местный парламент, городской совет? То, как он начал работать, пока не обнадеживает. Депутаты и воюют стенка на стенку, вместо того, чтобы искать компромисс, пути согласия и взаимопонимания, и работать на благо горожан. Ага, говоришь, от этих распри народ страдает. Плохо это. В мире нужно жить надо. И согласие, друг о друге в первую очередь думать, а не о кармане собственном. Тогда и жизнь наладится. А вот скажи-ка мне, внучок, как так вышло, что я адрес ваш найти не мог? Лечу, значит, я на санях своих, спешу. И тут глядь, а на табличках-то адресных все чужое, новое. Неужто, думаю, городом ошибся? Назад лететь хотел, пригорюнился. Хотя, думал, ребятишек без подарков оставить. Представляешь? Хорошо, внученька моя, Снегурочка, интернет освоила, документ горсовета там нашла, да и подсказала мне, город пока что тот же. А вот улицы по-другому называются. Как так стало? Кстати, вот, дедушка, первое, за что взялась наша власть, это переименовывать все и вся. Эта катавасия началась еще задолго до местных выборов. А таблички с новыми названиями улиц, парков, скверов и других объектов городской инфраструктуры, появившиеся в первые месяцы работы новой власти, лишь подтвердили. Новоиспеченные чиновники настроены решительно. Наверное, их можно понять с одной стороны, как-то ведь нужно удовлетворять свои политические амбиции. Вот только что с этим делать обычным людям и Деду Морозу? Ведь мало того, что запомнить огромное количество новых названий тяжело физически, нововведение может повлечь за собой дополнительные расходы. Об этом говорят и аналитики, и специалисты в сфере недвижимости. А вот самая главная, кстати, беда, которая затронула миллионы украинских семей, это тарифы. Пришли Морозы и с ними страшные платежки, цифры в которых не соответствуют ни социальным стандартам, ни здравому смыслу. Фантастически. В сравнении с нашей зарплатой, с пенсией пенсионеров, это вообще нереально. Все дорого, все очень дорого. Желаем лучшего. Лично у меня пенсия маленькая. Ничего не добавили при нашем правительстве. А цены растут. Не за что платить нечем, нечем. Ай-яй-яй-яй-яй. Говорят, что жизнь состоит из черных и белых полос. Будем верить, что все плохое, все потрясения и катаклизмы, из чего состояла черная полоса нашей жизни, канет в прошлое вместе с годом уходящим. А в 2016-м для всех украинцев настанет, наконец, белая полоса. Поэтому и прощаемся с вами с надеждой на то, что уже очень скоро все у нас будет хорошо. С наступающим!